Хакимов последний советский салтат в Афганистане после вывода советских войск из Афганистана. Прожил остаток своей жизни в Герате после того, как закончил сражаться. Как поступили с ним афганцы, когда он попал к ним в плен? И какие чувства он испытывал, попав к ним в плен? И какая была главная причина того, что он принял Ислам и какой был остаток его жизни в Афганистане? В этом видео мы вас познакомим с историей Хакимова, которой по воле Аллаха он с нами поделился. Ассаляму алейкум, шейх, как вы? Ва алейкум ассалям. Хвала Аллах, все хорошо. Давайте сначала познакомимся с вами. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. В прошлом меня называли Хакимов. Сейчас же меня зовут шейх Абдулла. Мне 57 лет. Я родился в Москве и я русский. Сколько вам было лет, когда вы попали в Афганистан? Мне было 18 лет. Я попал в Афганистан вместе с советскими войсками. В 1366 году. Это по афганскому календарю? Да, по афганскому. Сколько вы уже живете в Афганистане? Я тут уже примерно 37 лет. Вы попали в Афганистан в самом начале войны? Нет, я попал в Афганистан после того, как прошло два года сведения советских войск. Это было еще при правлении на Джибуллы. Я провел три года, сражаясь на стороне советских войск. И после этого уже до конца войны сражался на стороне исламской оппозиции. Вы сейчас сможете говорить на русском языке или нет? Уже очень долгое время я ни с кем не разговаривал на русском. Просто в Афганистане никого не было, с кем я мог бы поговорить на русском. Но думаю, я не забыл полностью этот язык, но кажется, что сейчас вспомню мало. Если встречу кого-то, кто говорит на русском, то, думаю, я вспомню многое. Инчалла. А ваша семья в России, они приняли ислам? Нет, когда я попал в Афганистан, то мой отец умер в этом же году. А что касается моей матери, то во время правления на Джибуллы я уже сражался на стороне афганской оппозиции. Но она не знала ничего об этом. После этого мой шейх, Хаджи Абдуль-Вахаб, устроил меня на работу в этот музей. После этого он поженил меня и подарил мне здесь дом. И я дал интервью одному афганскому телеканалу. После интервью, когда запись этой встречи распространилась среди людей, то все уже знали, включая и мою мать, что я жив. Даже мои родственники узнали, что я жив. До этого никто не знал ничего обо мне. Вернулись ли вы в Россию после этого? Нет, я не вернулся. Вместе со мной тут в Афганистане есть еще восемь человек с Россией. Они тоже русские? Да, они с Россией, они тоже пришли в ислам вместе со мной. После этого мы выбрали одного человека из этих восьми, и он отправился в Россию. Но когда он добрался до Узбекистана, они схватили его и посадили в тюрьму на шесть месяцев. Потом наш друг как-то сбежал оттуда и вернулся обратно к нам. Потом к нам приезжали представители разных международных организаций, предлагали нам вернуться в Россию. Но мы все отвергли их предложение. Они много раз пытались нас вернуть обратно, но мы не согласились. Также проходили к нам с какой-то российской госструктурой, но мы не стали с ними встречаться. Мы им сказали, что не согласны вернуться обратно. Кто-то из вашей семьи в России сейчас поддерживает с вами связь? Да, конечно. У меня две сестры там. Одна из них моя сестра-близняшка, они поддерживают со мной связь. Также там есть мой старший брат. Они приняли ислам? Нет-нет, я много призывал их к исламу восемь или девять раз. Я пытался много раз, даже плакал, но они не приняли ислам. А как вы приняли ислам? Когда меня пленили, то я был ранен. Я находился в одном доме в деревне, в которой даже не было электричества. Там были местные деревенские врачи. Они лечили меня горными травами. Я вылечился от ранения через три или четыре месяца. Когда я очнулся, то они сказали мне, повторяя за нами, «Ля Иляхи Илля Аллах Мухаммад Расулуллах». Я тогда подумал, что Мухаммад, про которого они мне говорят, это какой-то их командующий, у которого очень большое звание или что-то типа этого. Они говорили мне про Мухаммада, а я думал про себя, что они просто хотят, чтобы я узнал про их командира. И после некоторого времени у них, я не знал, что со мной будет. Или они посадят меня в тюрьму, или отпустят на волю, или убьют меня. И я все время был в ожидании Мухаммада, когда он пройдет. Позже меня полюбили и были рады мне, ну в этой деревне и старшей, и младшей, и даже женщины. Они говорили мне, скажи «Ля Иляхи Илля Аллах Мухаммад Расулуллах». А я все думаю, что Мухаммад уже близко, и уже определил мое местонахождение. И однажды я ночью увидел сон, ко мне приходит человек с длинной белой бородой и говорит, то, что они тебе говорили про Мухаммада, это правда. Это определенный человек. Но он не командир какого-то одного войска, он предводитель всех мусульман в мире. И ты, сказав эти слова, стал мусульманином. И твоя участь – это жить согласно этим словам, а не ждать кого-то. И в это время то, что я так принял ислам, не понимая этого, было лучшим для меня. Если бы я отказался, то они бы поменяли меня на кого-то из их людей, и сдали бы меня русским, или бы убили меня, казнив, и пытались бы меня заставить это произнести силой, чтобы я прочитал шагаду «Ляйли Илла Мухаммад Расуллиллах». И тогда для меня это, наверное, было бы очень тяжело. Ну, в общем, после этого он положил мне свою руку на груди и сказал, «Теперь произнеси эти два свидетельства». И я сказал это от всего сердца, но я боялся его. И получилось так, что одну часть шагады я произнес во сне, а другую, когда проснулся. Услышав это ко мне, быстро подбежал хозяин дома и спросил, что произошло. И он что-то мне говорил, но я ничего не понимал. И я сказал, «Ля Илла Хилля Аллах Мухаммад Расуллиллах». Он пришел ко мне тогда, потому что услышал мои крики во сне. После этого он оставил меня одного и вышел. Он собрал всех своих близких, и они повели меня в мечеть. И когда я оказался в середине мечети, я почувствовал, что тот, кого я видел во сне и которого испугался, сидит прямо в михрабе мечети. И я произнес шагаду. Но из-за сильного волнения я потерял сознание прямо посреди мечети. Когда я очнулся, этого белобородого мужчины, которого я видел во сне, уже не было там. И все присутствующие там собрались вокруг меня. Я был сильно напуган. Вы женились в Афганистане? Да, я был женат на двух женах. Первая жена была из деревни Шундан. У меня от нее дочь. Но когда я прибыл в центр Герата, то господин Хаджа Абдульвага поженил меня на второй жене, и подарил мне дом и устроил меня смотрителем в этом военном музее. Какой именно области вас пленели? Я был пленен полностью в пустыне, которая находится за аэропортом Шундана. Это что, ваш памятник? Да, это он, но он сделан из цемента и уже… чё-то разрушился. Это вы сделали его? Нет, я просто дал им свое изображение. А люди уже сами это сделали. Похоже, люди сильно любят вас тут. Да. Кто это? Это фотографии моего старшего брата. Это его брат из России, и… как его зовут? Его зовут Александр. Он приезжал в Афганистан? Нет, нет, никогда. Хорошо, братья и сестры, мы пришли в дом шейха Абдуллы. Это дом, в котором он живет, и эту комнату ему выделили, чтобы он жил в ней один. Его семья не живет тут с ним. Мы спросили, почему он находится в таком положении? Обе мои жены уже умерли. А где ваша дочь? Дочь живет вместе с ее дядей. Шейх, что вы думаете об Афганистане? Афганистан – прекрасная страна, и народ Афганистана очень хороший. Особенно ученые и руководство этой страны. Самое главное, что это исламская страна. Я желаю, чтобы Аллах даровал этой стране процветание. У вас есть какое-то ранение в ногу? Я слышал, верно это? У меня ранение в голову. Осколок зашел вот сюда и вышел отсюда. Вам делали операцию? Да, сделали. Вот результат операции. Мои руки не слушаются меня. Смотрите, это результат ранения, его руки постоянно дрожат. Я не могу их успокоить, я не могу это вылечить, потому что это очень дорого. Просто мне сделали однажды операцию и все. Братья и сестры, Субханаллах, его ранил осколок и зашел в затылка и вышел со стороны лба. Умертвляющий и оживляющий только Господь. Если он не захочет, человек не умрет. Меня ранило сзади во время того, как я ехал на машине. Братья и сестры у шейха есть еще ранения, вот тут. У меня еще много ранений, кроме этих. Как вы живете один? Кто вам готовит еду и стирает одежду? Обычно некоторые братья, а также есть тут. Есть некоторые рабочие из людей господина Хаджа Абдульвахаба. Они помогают мне в этом. А готовит кто? Тут есть рабочие, есть отдельная кухня. Они мне дают каждый день блюдо с едой. Вы выучили Коран? Нет, я читаю Коран, но не могу запомнить его. У меня проблемы с памятью. Если мне помогут, делают операцию, я смогу выучить благородный Коран. Братья и сестры, это был отличный выпуск про последнего советского солдата, который принял ислам, остался в Афганистане и прожил отличную жизнь вместе с мусульманами. Шейх Абдулла или Хакима в прошлом. Шейха посещают многие люди из разных регионов Афганистана, а также приезжают с Пакистана и других мест. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, да дарит вас Аллах добром. Шейх Абдулла, давайте скажем вместе, до свидания. Вскоре стало известно, что после выхода этого ролика, Шейх Абдулла перешел в милость Аллаха. Просим Аллаха для него милость Аллаха и его прощения. Все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. Ждем вас в следующем выпуске. Да сохранит вас Аллах. Братья и сестры, да воздаст Аллах благом каждому из вас. По просьбам наших благодетелей мы продолжаем сбор на новую мечеть с мадресе, колодцы, кораны, пальмы и на раздачу продуктов питания и мяса нуждающимся. Мы просим наших братьев и сестер присоединиться к благородной миссии и внести свой вклад в помощь тем, кто нуждается в ней. Каждый пожертвованный рубль, даже самый маленький вклад, может стать большим делом предсевышним, а для этих людей – облегчением их жизни. Не упустите эту возможность.